давай короче всем здарова сегодня все какое число я забыл какой сотни число не помню всем привет сегодня теплая погода я решил покататься поехать и чем делаем нам надо ехать доехать до гаи заправиться помыть мотоцикл ну и поехать на работу давно с вами не болтал несколько дней не ездил на моте потому что было было прохладно дожди были сегодня уже более-менее хорошо и я решил покататься конечно поехать как в такую погоду не ездить но я вот сейчас без кожаной курточки так прохладненько чувствуется ну типа вот здесь обдувает чувствуется что погода шепчет одень курточку одень кожанку но сейчас я помою мод и наверное одену все-таки потому что так тоже не хочется мерзнуть как ваши дела как настроение кто-нибудь катается кроме меня еще сейчас на мотоциклах мне просто интересно среди тех людей которые подписаны на меня которые из ташкента может быть тоже есть потому что в основном я увидел что на меня больше всего подписаны все-таки люди с россии просматривать какие-то да и узбекистана всего 40 что ли процентов узбекистан все остальное россия там несколько процентов казахстан поэтому и интересно кто-нибудь еще катается или не не знаю насколько у меня хватит бензина ну то есть уже было такое что он у меня загорался я проезжал почти 50 километров на этом чеке надеюсь о себе тоже хватит но мне надо в любом случае помыть мод ну что что-то он грязноватый понятно что холодно но все равно я думаю что мы ведь мотоцикл это одно из прикольных дел тем более его мою сам ой 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 еще так есть и люди которые заказывают что-то с алиэкспресс у кого-нибудь что-то приходит я хочу заказать себе колодки новые потому что мои колодки уже на исходе и задний передний хочу заказать где сперва прощался он сказал что у меня там ну уже колодки приходят кранты и типа на сезон лучше чтобы у тебя были новые сезон ты еще не открыли и вот только буду открывать хотя не закрыл как вы видите просто в декабре катался в январе катаюсь но я думаю что еще буду кататься и кататься мужичок но мне очень нравится кататься типа понимать что сейчас зима и я еду на моте это прям классно ну я кайфку из-под этого не знаю как все остальные ну типа дома сидят хотят понимать что можно пойти покататься на своем дома сидеть так если место где помыть можно тачку есть самое главное что есть место где помыть тачку мою тачечку я пару кадров сниму конечно как я мою и Субтитры сделал DimaTorzok Так, одно дело мы сделали Теперь мы должны заправить мотоцикл Если не заправимся, будет жопа Потому что постоянно мигает Чек этот Сейчас проедемся, он опять загорится Поэтому надо желательно Чтобы бак был пополнее Быстро я управился Помыть мотоцикл Я думал, будет много народу Не уверен был, что Хватит у меня Времени Да я что-то так быстро Все сделал, что Уже и чистенький, хорошенький Прям Блин, я забыл Я же хотел одеть Как он называется Куртку А я забыл Ну ладно Не прям так критично, что холодно И забыл посмотреть Какое сегодня Число То ли у него куртка такая То ли это гаишник Нет, ну это просто куртка у него такая Я думал, это гаишник какой-то За рулем Ну да, похож на гаишника У них новая форма Их теперь Всегда можно узнать Зачем мне нужно в ГАИ? Может быть кто-то знает Меня Не сбил Черканул Лось И за рулем Который был лось И который И машина лось Черканул мне вот эту ножку Черканул так, что Она поднялась очень сильно наверх Мы начали с ним разбираться Он говорит Эй, брат, у меня денег нету У меня того нету Этого нету Времени нету Ну я с ним пытался договориться о том Чтобы Ну Не доводить дело до ГАИ Чтобы мы поехали вместе с ним до Ну До ремонта, грубо говоря Чтобы мы посчитали Сколько это будет стоить Сумма Починить эту ножку И у меня, говорит, времени нету У меня этого нету Денег 20 тысяч мне дает деньги Я, конечно, офигел из-под него Но и решил Вызвать все-таки ГАИ Сейчас-то я уже жалею, что я вызвал ГАИ Потому что Это все настолько затянулось Это было примерно в октябре Да, это было в октябре И Я ездил до сих пор без прав Не было ни сюда Ничего не было И вот это вот все Меня подбешивает так Потому что Нету ни прав Не могу съездить в Казахстан Не смог съездить из-за этого Что Права-то нужны Когда пересекаешь границу Когда Остановит тебя Любой гаишник там у них В Казахстане В общем Мне это так достало Что я Бесправ с какой-то бумажкой Что Ну Типа Права у меня В суд отдали Мне это подбешивает Вот я хочу съездить Покрутить ему мозги Еще раз Как он мне сказал Что он уже их передал В суд Поэтому Типа Жди Звонка От суда Но До сих пор Суда и не было Уже До хрена Времени прошло И вот эта вот История меня задолбала Я не знаю Что делать Если есть люди Которые Знают Как поступать В таких ситуациях Что можно написать Или Куда сходить Куда обратиться Пожалуйста Подскажите Потому что Ну Я хочу весной Поехать на открытие Мотосезона В Казахстан В Шымкент У нас есть поездка Еще много куда Поэтому В целом Я не хочу год проводить Без прав Потом Мне кто-то там напугал Что Такие Всякие мелочные Эти ДТП Типа И год могут рассматривать Пипец Меня обрадовали Да Год могут рассматривать Дело Меня это конечно Напрягает Фу-фу-фу Меня вот за все это время Ни разу гаишники Не останавливали Типа Я бумажку не показывал Ну и в целом У меня же есть Паспорт с собой Паспорт айди В котором там Сразу указано Что у меня есть Права А категории Б категории Девушка Ты что делаешь Зачем ты отсюда Спускаешься Вон там же есть место Спокойное Где можно Спуститься Зачем Мучить себя Типа чуть-чуть там Сто метров Пройди вперед Будет тебе счастье Нет Надо ей Стоять Мучиться Ну да Женщины после беременности Они конечно Очень странные Молодые мамы хороши Гуляй тут души Я вспоминаю свою жену Которая в 3 часа ночи Хотела к уму Или выходила Погулять С пузом С огромным Ждала меня с работы Пока я приеду Там возле Ну мы жили тогда В 37 доме На Югнаках В 38 Ну 37 по-моему На Югнаках Она выходила Ждала меня на улице Пока я Приеду с работы Ну она там Спрашивает Через сколько Говорит Ну примерно Через полчаса Я вот в 4 допустим Утра заканчивал Она меня ждала Когда я приду Беременная На улице Скучно багом Бывает же Дом посидеть Ну и погода была Тогда хорошая Поэтому она Выходила ждать меня Тогда еще можно было так Ну я больше чем уверен Что сейчас найдутся Ребята Ну Подписчики Подписчики найдутся У которых то же самое Было в жизни Когда Их жены Или Девушки Ждали их С пузом Сидели Ждали когда Они придут Там с работы В целом Это очень мило Конечно Ну типа Понимать Что тебя там Сидит Ждет беременная Жена На скамейке Возле магазина Ты едешь Такой счастливый Домой Больше счастья Конечно Приносит Это уже Момент Когда У тебя Ребенок Появляется Ты приезжаешь Такой домой И Дома Дочка Маленькая Совсем Там годик Ну может быть Там 8 месяцев Было ей Она видит тебя Улыбается Хохочет А ты Ну Ты с работы У старшей Я работаю ночью Прихожу домой В основном Под утром И она такая Тебя встречает Это так круто На самом деле Я прям Тащусь О какой злостный Нарушитель Я 50 Время Почти 4 Успели я поехать В ГАИ До ГАИ Доехать Или не успею Как вы думаете Да конечно Успею Я же на мотоцикле Я же не пешком Даже не на такси В пробках Еще не стоял Оп Сейчас главное Заправиться Как заправимся Так Позвоним Наверное Этому Гайцу Какие тачки Ё-моё Прям Мам-мам Эх Кто-то говорит Что машина Нужна Обязательно В семье Я тоже С ним согласен Что машина Нужна Что это Очень Хорошее Дело Когда есть Машина У тебя Что ты Всегда можешь Сесть И поехать Куда-то Так Надеюсь Бензин Есть Ох Главное Чтоб они Не пролили Ничего Действительно 92 Полный Бак Так Ох 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 Спасибо большое